Всем привет, с вами Миша и вы на канале Криптодилерс. Для начала я хочу поделиться с вами мнением Нобелевского лауреата по экономике Роберта Шиллера, который в беседе с официальным порталом Ельского университета раскрыл причины популярности биткоина. Итак, по мнению Шиллера, причиной роста цены биткоин до 20 тысяч баксов в 2017 году является его интригующая история. Загадочность и анархия, заложенные в идею криптовалюты, провозглашают, что правительство не нужно и не заслуживает доверия. Эта история о том, как молодые люди создали финансовый институт, недоступный правительству. Это мощная история. Она увлекает людей так же, как и любое вирусное видео, отметил экономист. Эксперт добавил, что элемент таинственности крайне важен, потому что людям нравятся загадочные истории, которые вдобавок порождают сами себя. В качестве примера он назвал случаи, когда различные деятели заявляли, что они и есть Сатоши Накамото, настоящий создатель биткоин. Эта легенда может жить долго, подчеркнул Шиллер. А что думаете вы по этому поводу? Пишите в комментариях ваше мнение о природе роста популярности криптовалют, как вы относитесь к идеям криптоанархизма и создания новой финансовой реальности. Кстати, кто еще не подписался на наш канал, очень рекомендую сделать это прямо сейчас и, конечно, поставить колокольчик, чтобы не пропустить самые горячие новости из мира криптовалют. Криптовалюты не беспокоят Центробанк России. Криптовалюты не беспокоят Центробанк России, как угрозы финансовой стабильности. При этом первый зампред Банка России Сергей Швецов отметил, что инвесторы, находящиеся в поиске альтернатив и больших доходностей, чем предлагают стандартные инструменты, будут идти в новые. Рынок капитала расширяется, уходит за пределы классических бондов и акций. Мы видим ICO со всеми плюсами и минусами. В России принят закон о краунфандинге, на очереди закон о цифровых финансовых активах. Есть удачные примеры, есть скандальные примеры. Есть отложенный запуск криптовалют из стейблкоин. Идет большая дискуссия. Пока рынок небольшой, он не вызывает в текущем моменте беспокоенности с точки зрения глобальной финансовой стабильности. Но он требует пристального внимания, потому что речь идет о доверии инвесторов, пояснил Швецов, выступая на конференции «Корпоративное управление в России-2019». Он отметил, что инвесторы, находящиеся в поиске альтернатив и больших доходностей, чем предлагают стандартные инструменты, будут идти в новые. И роль регуляторов в этом случае – уберечь инвесторов от нарушения их прав, при этом не запрещая новые явления на рынке капитала, а также не допустить разрушения системы противодействия отмыванию незаконно полученных доходов и финансированию терроризма. «Бизнес-риск никто не отменял, но в значительной степени наши усилия будут направлены на устранение риска мошенничества в этой сфере при расширенной системе принятия этих рисков, в том числе физическими лицами, через ограничения их рисков через лимиты», – заключил Швецов. Законопроект о цифровых финансовых активах был принят в первом чтении в мае 2018 года. Первоначально в нем был прописан запрет на использование криптовалют как средство платежа в Российской Федерации. При подготовке ко второму чтению определение криптовалют было заменено на «цифровые операционные знаки». В начале ноября, говоря о промежуточных итогах обсуждения законопроекта, глава Думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что выпуск в РФ криптовалют может быть легализован на закрытых блокчейновых платформах. Редакция канала Криптодилерс напоминает, что на прошлой неделе на заседании комитета Госдумы глава Центробанка России Эльвира Набиулина заявила, что Центробанк готов поддержать цифровые финансовые активы, если они не заменяют государственные деньги. «Мы изучаем, как и многие страны, цифровую валюту центральных банков. Один, наверное, из самых продвинутых здесь – это Китай, Швеция. Но это процесс изучения. Надо осмотреть и готовность технологий, и что мы получим от этих цифровых денег», – добавила она. «Мы поддерживаем технологии в финансовой сфере. Цифровые финансовые активы, я надеюсь, законодательство у нас будет сформировано в ближайшее время, чтобы для участников рынка было больше определенности. Безусловно, да», – подчеркнула глава Центробанка России Эльвира Набиулина. На развитие криптовалюты Грин пожертвованы 50 BTC, добытые в 2010 году. На форуме криптовалюты Грин появилось сообщение об анонимном пожертвовании в фонд развития в размере 50 BTC. Эти биткоины были добыты в 2010 году и пролежали без движения почти 9 лет. Неизвестный пожертвовавший 50 BTC по текущему курсу около 440 тысяч долларов связался с представителями анонимной криптовалюты Грин и рассказал о своих мотивах. «Я знаю, как вы отнеслись к прошлому пожертвованию, поэтому я вышел на связь с вами. Я не буду судить о том, как вы потратите эти деньги, просто хочу сказать, что вы можете тратить их так, как считаете нужным». «Мы словно в 2009-2010 годах. Вы отлично справляетесь. Это замечательно, что у нас появилась Грин, и мотивы ее создания не экономические. Все дело в протоколе и технологии. Используйте эти деньги для разработки Грин, работайте, как и раньше. Мы заметили вашу работу и отношение к проекту, и то, что вы занимаетесь этим не из корыстных целей. Именно это мы отмечаем своим пожертвованием, чтобы вы могли свободно разрабатывать Грин, не думая о деньгах». «Еще раз спасибо за работу. Продолжайте в том же духе». «Надеюсь, мы правильно рассудили, но это покажет время», сообщает Beats Media. По адресу, с которого совершено пожертвование, зафиксировано всего две транзакции. Получение 50 BTC 1 декабря 2010 года в результате майнинга, так называемая Coinbase транзакция, и перевод разработчикам Грин. Комиссия за эту транзакцию составила чуть менее 7 долларов. Напомним, что криптовалюта Грин увидела свет 15 января 2019 года, и по большому счету является максимально простой и легкой имплементацией протокола MimbleWimble. Грин стремится сделать свою криптовалюту обычным средством P2P-платежа, а не как средство сбережения, так как он имеет бесконечное предложение, хоть и выпуск монет стремится к нулю, следуя линейной эмиссии. За каждый блок Грин майнеры получают награду 60 монет за блок, а инфляция монет будет иметь линейный характер. Спустя примерно 10 лет инфляция Грин достигнет 10%, а через 25 лет примерно 4. Стоит заметить, что создатель Лайткоин Чарли Ли уже предположил, что поскольку монеты добыты 9 лет назад, то анонимным донором Грин стал сам Сатоши Накамото. Телеграм подал в суд на СЭК. Компания Телеграм Павла Дурова требует от суда отклонить иск комиссии США по ценным бумагам и рынкам СЭК, которым запрещена эмиссия ее криптовалюты Грамм, говорится в поданном во вторник в суддокументе. Ранее СЭК подала иск к Телеграм Групп Инг в связи с проведенным ICO, в результате которого компания привлекла 1,7 миллиарда долларов США. Согласно заявлению комиссии, Телеграм не зарегистрировал должным образом размещение Грамм, тем самым нарушив закон о ценных бумагах США. Сообщают РИА Новости. Ведомство требует, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Телеграм Групп Инг и ее филиал Тон Ищер Инг и взыскал полученные ими средства в пользу государства. Телеграмм оспаривает характеристику своих продуктов как ценных бумаг. Грамм еще не существует, но если когда-то и будет существовать, то будет валютой и или продуктом, а не ценной бумагой, подпадающей под федеральные законы о ценных бумагах, говорится в заявлении Телеграм. Компания обвиняет регулятора в том, что он действует волонтаристским порядком в совершенно новой юридической отрасли, не предоставляет ясных инструкций и своевременно не уведомляет о своей позиции о том, что считается нарушением закона, а что нет. Теперь истец занял юридическую позицию, которая противоречит судебному прецеденту и публично выраженной позиции высокопоставленных чиновников, предоставляющих истца, говорится в документе. Телеграмм заявляет также, что не подавал никаких заявлений о регистрации кибервалюты, потому что этого не требовалось по закону. Также ответчики отрицают, что истец имеет право на какое-либо возмещение и просит суд отклонить требования против ответчика с запретом на повторное выдвижение иска, а также присудить ответчику компенсацию, которую суд сочтет справедливой, говорится в документе. Запустить криптомонеты Грамм планировалось до 31 октября 2019 года. Под это ICO Телеграмм привлек 1,7 миллиардов долларов США. Но в середине октября СЭК добилась временного судебного запрета на продажу Грамм США в отношении двух офшоров – Телеграмм Гроуп Инк и ее дочки Тон Ищер Инк, зарегистрированных на британских Виргинских островах. В своем экстренном иске СЭК утверждало, что Грамм – это ценная бумага, а не валюта, которую собираются продать большому числу инвесторов. Для такой продажи требуется раскрытие информации, которую Телеграмм не сделал. «Мы неоднократно заявляли, что имитенты не могут обойти федеральные законы о ценных бумагах, просто маркируя свой продукт криптовалютой или цифровым токеном», заявил тогда Стивен Пейкин, со-директор отдела исполнения СЭК. Он обвинил Телеграмм в стремлении получить выгоду от публичного предложения, не соблюдая при этом обязательства по раскрытию информации. По информации Forbes, слушание по иску СЭК в компании Телеграмм Гроуп Инк, назначенной на 18 февраля. При этом суд оставил в силе временный запрет Телеграмм на запуск криптовалюты Грамм и блокчейн-платформы ТОН, чего и добивался американский биржевой регулятор. ОКЕЙКС В ОДЕССЕ В Украине продолжается масштабный тур биржи ОКЕЙКС. Канал Криптодиллерс является главным медиапартнером тура. И сегодня мы хотим анонсировать для вас очередной метап биржи ОКЕЙКС, который состоится 20 ноября в Одессе. Гонконгская биржа ОКЕЙКС входит в топ-3 мировых торговых площадок по суточному обороту основных криптовалют, а также предоставляет профессиональные финансовые услуги трейдерам по всему миру. На бирже доступно более 400 торговых пар, общий объем сделок по которым достигает 150 тысяч BTC в сутки. Примечательно, что по данным ICO Analytics на основе веб-трафика ТОП-50 криптобирж, Украина занимает седьмое место среди всех стран мира. Среди спикеров метапа ОКЕЙКС в Одессе будут Игорь Порох, один из самых известных криптотрейдеров, Алексей Лаунберг, проект BIM, Ник Васильевич, проект Harmony, Вадим Груша, основатель Трасти Вольлет, Виктор Манин, генеральный директор BitTrade Group, Антон Басенко, член совета директоров NEM Foundation. Кроме этого, специалисты 482 Solutions расскажут о вызовах и проблемах внедрения блокчейна в энергетический сектор и обсудят использование технологии в электронном документообороте. Глава о ее направлении 482 Solutions и амбассадор блокчейн-ассоциации Украины Леонид Хаскевич презентует доклад на тему использования блокчейна в электронном документообороте и QIC. Ключевые тезисы выступления Проблемы и вызовы систем электронного документооборота Преимущества использования технологии блокчейн в документообороте Примеры использования блокчейна в межгосударственном документообороте Dogmans Проект-менеджер 482 Solutions Сергей Некрасов выступит с темой «Virtual Power Plants, Smart Grids and Blockchain». Ключевые тезисы выступления. Текущее состояние индустрии энергетики. Технологии Smart Grid и концепция Virtual Power Plants. Блокчейн как экономическая инфраструктура для рынка распределенной генерации и передачи электроэнергии. Участников ждет общение с экспертами по криптовалютам, розыгрыша токенов, подарки от партнеров, а также бесплатные напитки и закуски. Мероприятие пройдет 20 ноября в Impact Hub Одесса по адресу греческая 1А, начало в 17.30. Вход свободный по предварительной регистрации. Все ссылки в описании к выпуску. По традиции завершить наш сегодняшний выпуск новостей мы решили полезной публикацией, найденной нашей редакцией на просторах Фейсбука на странице Александра Проспехова. Тут ребята из Adamant Capital взорвали медиапространство своим исследованием и анализом глобальных исторических перемен, времен реформации и использования крипты сегодня. Это не очередная государева ересь про апостолов искусственного интеллекта и решения задач государственной важности, а настоящий твит-сторм европейских интеллектуалов. Протестантская реформация была конфликтом поколений, которая привела к отделению церкви от государства, что заложило основы нового мира и современной Европы. Сегодня BTC ставит задачу отделения финансов от государства. Нидерланды 17 века имели прямые параллели с текущим состоянием нового финансового контура. Принятие или непринятие крипты становится основным политическим челленджем. Основное использование BTC будет лежать в области сохранения, заимствования и андеррайтинга. Офшорный банкинг трансформируется в биткоин-банкинг. BTC будет использован в бондах, расчете процентов, займах и страховании. BTC запустит революцию в новой парадигме – финансы вне государства. Четыре условия, при которых началась реформация. Монополии, живущие за счет ренты. Технологическая революция, которой нужен выход. Новый экономический класс людей, которым есть за что бороться. Внятные стратегии, обороны и победа. В 16 веке католическая церковь была рентной монополией, продавая индульгенцию за деньги, доступ к Царствию Небесному. Сегодня классический финансовый контур и система центральных банков делает то же самое, продавая Financial Heaven за счет инфляционного налога. Технологические революции 16 века включали в себя великие географические открытия, международную торговлю и, конечно, создание печатного станка, который всего за один год. Сделал стоимость книги равной стоимости курицы для обеда на рынке, аналогично с сегодняшнему падению на стоимость хранения и бендвич передачи данных. Купцы 16 века не верили церкви, как сегодняшние нитократы не верят финансовой элите. Их окружением становится стойкое криптошифрование и анонимность. Технологическая. В 16-17 веке начало торговли и торговых экспедиций в новый свет создало само понятие «общество с ограниченной ответственностью», которое, кстати, прекратило в РФ свое существование с введением субсидарной ответственности и взрыву сектора страхования. Смарт-контракты – это предвестники нового просто страхования. Первое IPO в мире было размещением голландской East India Trading Company. Ее акции были так ликвидны, что стали активом для мены. То же самое, что происходит с BTC сейчас. Перемены неизбежны. Завершает свой пост Алекс и предлагает ознакомиться с полным исследованием, которое мы оставили для вас в описании к этому выпуску. А на этом у меня все. Не забывайте подписываться на нашу страницу в Facebook и вступать в наш чат свидетелей халвинга. С вами была Миша. Всем пока. Приходьте лютый на вечер в клуб. Там будут танцы. Та-та-та-танцы. Та-та-танцы. Танцы.